Мышление и социальность. То, что мы сейчас можем потерять, потому что за нас думают интеллектуальные системы, мы коммуницируем не с людьми, а с аватарами. И это, конечно, две штуки, которые можно потерять, а эти две штуки делают нас людьми. У Дарвина было несколько проклятых вопросов. Один из них хорошо известен, это про перо павлина. Он не мог понять, как в рамках естественного отбора могла возникнуть такая нелепая штука, как хвост павлиний. А второй проклятый вопрос, он спрашивал, почему мы так умны и так добры друг к другу. Это тоже противоречит концепции естественного отбора, потому что лучше сила и борьба для естественного отбора. А тут ум и сотрудничество. Но действительно мы выбрали такой странный путь и пошли по этому пути, и это сделало нас людьми. И мы можем потерять сейчас это. И вот если мы говорим про мышление, то мышление это, конечно, то, что может происходить в коммуникации с другим человеком. Потому что когда вы коммуницируете с другим человеком, он говорит вам нет, и вы вынуждены перестроить свою модель. То есть вы попытались зайти с каким-то своим утверждением, с каким-то своим инсайтом и так далее. А он говорит, я не понимаю. И это вас отбрасывает. Вы это понимаете, вам кажется, что вы все понимаете. Но когда вы говорите, как вам кажется, понятно, а другой человек не понимает, значит, вы должны откатиться назад, перестроить. И сказать, как-то по-другому учесть его. Недаром Выгодский говорил, что мысль начинается там, где мы наталкиваемся на препятствия. И препятствия — это другие люди. Хотя, конечно, для меня препятствием являются в основном виртуальные собеседники, правда, из книжек. Они строят какие-то сложные модели. Я пытаюсь их, как бы сказать, реконструировать и понять, где я вижу белые пятна или где напротив есть какой-то хороший такой гэп, который можно нагнать быстро и так далее. Продолжение следует...